В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. В этом выпуске мы обсудим. Когда китайские авианосцы возьмут под контроль Тихий океан? Почему Пекин сокращает сухопутные войска и наращивает свой военно-морской флот? Может ли флот России противостоять на Дальнем Востоке военно-морской мощи США, Японии и Китая? Почему Трамп так враждебно относится к Китаю? Ведь Китай – главный торговый партнер США, а они чуть ли не воевать с ним собрались. В чем причина конфронтации? И чем эта американо-китайская конфронтация может быть чревата для нас, для России? Правда ли, что Трамп хочет стравить нас с китайцами? И правда ли, что китайский военный потенциал на Дальнем Востоке уже превосходит наш? Ну, конечно, стравить Россию и Китай – да это просто голубая мечта Вашингтона, что вы. Голубая мечта. Потому что, в общем, совершенно очевидно, что Америка, ее экономический, военный потенциал, он совершенно недостаточен для того, чтобы противостоять одновременно и Китаю, и России. И, кстати говоря, даже самые упоротые ястребы американские нехотя со скрипом и скрежетом это признают. Поэтому стравить Москву и Пекин – это, господи, по-моему, что ж это? Это ж просто сладкий сон. Но я думаю, что не получится, не выйдет, потому что один раз мы это уже проходили, один раз американцам удалось разыграть эту карту, сыграть в эту игру, когда по глупости Хрущев, дорогой Никита Сергеевич, взял и испортил отношения с Мао Цзэдуном, с Китаем. У нас же были идеальные отношения при Сталине. Москва, Пекин, Сталин и Мао Цзэдун, русский с китайцем, братья навек. Сочетал гигантский континентальный геополитический блок при Сталине, который включал весь Советский Союз, да плюс еще и Китай. Но Хрущев от большого ума все это дело разрушил, а в Америке на тот момент у власти находился достаточно хитрый, умный, хищный правящий класс. Американцы этим воспользовались при президенте Никсоне. Никсон поехал в Китай с визитом, и они в итоге сумели нас тратить. Советский Союз вынужден был держать на Дальнем Востоке огромный военный потенциал. И в значительной мере именно вот эта вот американская комбинация, которая стравила Россию с Китаем, она и стала фактором, который предопределил, ну, наряду и с другими факторами, но существенным фактором, который предопределил распад Советского Союза под грузом разного рода проблем, в том числе и под грузом проблем военно-технического, военно-стратегического характера. Ну, а сейчас мы перелеснули эту страницу, и Москва, и Пекин, и Путин, и китайское руководство, они без конца заявляют о том, что у нас на самом высоком уровне отношения находятся. Вдоль российско-китайской границы 600-километровая демилитаризованная зона. Китай сокращает последовательно свои войска сухопутные, особенно в районах, прилегающих к северным территориям, наращивает, наоборот, военно-морские силы, имея в виду, что главным, всем показывая, что главным противником своим он считает агрессора, который угрожает ему с морских направлений. Ну, очевидно, что это Америка, конечно. А вот почему Трамп так враждебен Китаю, это интересный вопрос. Китай давит Соединенные Штаты экономически. За счет низкой стоимости производства он высасывает из Соединенных Штатов все производственные мощности и рабочие места. То есть капиталу выгоднее строить заводы, фабрики, ну, не только в Китае, а вообще в Юго-Восточной Азии как таковой. Потому что стоимость рабочей силы в Соединенных Штатах высокая, а там дешевая. И оттуда вымывается, высасывается просто рабочая сила. Вот Трамп, выступая в Конгрессе, сказал, что после того, как Китай вступил во Всемирную торговую ассоциацию, то есть были сняты все барьеры, Соединенные Штаты Америки потеряли, там было закрыто 60 тысяч заводов и фабрик. Потом это все производится на территории Китая, товары эти продаются в Америке, деньги и прибыль в значительной части тоже идет китайцам. А Америка получает массу проблем, дефицит торгового баланса. А этот дефицит торговли, так или иначе, в конечном итоге, он преобразуется в дефицит бюджета, который покрывается долгом. И долг американский уже вообще безумный, 20 триллионов долларов. То есть больше, чем валовый внутренний продукт Соединенных Штатов Америки. Кстати, интересно и насчет этого ВВП. Потому что такие волшебные слова говорят. ВВП, о, вот у этой страны ВВП большое, это хорошо, а у этой маленькой, это плохо. И никто не пытается разобраться на самом деле. Ну, как правило, из неспециалистов. Специалисты-то знают, конечно, но что-то молчат. Знают, но молчат. Значит, что такое это ВВП? А это такое, знаете, облако в штанах, сапоги в смятку, помесь ужа и ежа. Ну, вот смотрите, покажите нам, вот структура ВВП, например, Соединенных Штатов Америки. Вот динамика за 20 век. Вот смотрите, в 1900 году в этом валовом внутреннем продукте промышленность составляла треть, примерно, ну, примерно. Сельское хозяйство треть, а услуги меньше трети, там сколько получается у нас, 29%. То есть, производилась масса всяких разных товаров на территории Соединенных Штатов Америки. Это была опора экономической мощи. В 1960 году уже изменилась серьезно структура. Сельское хозяйство еще упало до 9%, 30% промышленности, а большая часть, 60%, это услуги. Купи-продай, парикмахерские бары, публичные дома и прочие такие вот милые источники повышения ВВП. В 2000 году, ну, сами смотрите, вообще уже, значит, 77% это услуги, 1% сельское хозяйство, там и 20% промышленность. Ну, и сейчас только ухудшилось, то есть, меньше 20% сейчас в ВВП американском приходится на то, что производится реально, на материальные ценности, которые Америка производит, приходится меньше 20%. А 80% это купи-продай. Сфера финансовых услуг, конечно, в первую очередь торговля, там, сфера финансовых услуг и так далее. Но, если сравнить это с нами, вот, интересно, да, у нас структура более здоровая, у нас, примерно, 50 на 50, то есть, половина в нашей валово-внутреннем продукте, половина приходится на то, что мы реально производим, на штуки, на единицы товара, а половина на разного рода услуги. Вот, то есть, на самом деле, вот, если сравнить по количеству производимых материальных ценностей, то Соединенные Штаты Америки производят разного рода материальных ценностей. В два раза больше всего. ВВП их там, по-моему, в 14 раз больше, чем у нас. Но, реально, они производят только в два раза больше, чем Россия. Но, у них и население в два раза больше. И, вообще, получается удивительная вещь, что, если мы возьмем удельное производство товаров, штук, единиц материальных ценностей, не важно, что там, это картошка или сверхзвуковые бомбардировщики, но вот эти материальные ценности, удельное производство на душу населения, то оно в Соединенных Штатах и в России примерно одинаковое. Вот, но разница есть, конечно, в объемах потребления. Конечно, американцы потребляют гораздо больше, чем мы. Но это искусственно раздутая вещь. Они огромное количество, там, услуг и товаров покупают за рубежом. И средний американец потребляет, конечно, существенно больше, чем средние россияне. Но, при этом, они имеют почти триллионный дефицит бюджета. То есть, они, простите за грубость, жрут ежегодно на тысячу миллиардов долларов больше, чем зарабатывают. И вы понимаете, что этот перекос, он, конечно, давит, и он не может, так сказать, без конца существовать. А вот у Китая, если посмотреть, да, мы же начинали это, почему вот Китай вот так Трамп относится. У него вообще структура противоположная. Американцев у китайцев 80% приходится на производство материальных ценностей и только 20% на услуги. И получается, что Китай производит материальных ценностей, внимание, в 4 раза больше, чем Америка. Как минимум, в 4 раза больше производит, чем Америка. Но американцы, похоже, они потеряли способность себя реально оценивать. Ну, во всяком случае, комплексно. Вот Трамп, как бы, этот перекос, он видит. И он строил, на критике этого перекоса, он строил свою предвыборную кампанию. Он говорил, я верну нам рабочие места, я верну промышленную мощь на территории Соединенных Штатов. Мы перестанем зависеть от этих китайцев, которые, значит, нас обкрадывают, обворовывают, высасывают с нашей территории производство и миллиардные прибыли и так далее, и так далее, и так далее. Но, когда они говорят, что мы обеспечим, то же Трамп говорит, мы силой это обеспечим и заставим сделать, тут возникает вопрос. Вот интересно, как вы при таком соотношении будете обеспечивать силовую фундамент для такого стратегического перераспределения финансово-экономических полей, что ли, между Соединенными Штатами и Китаем. Но, тем не менее, вот они говорят, что они вообще вплоть до того, что воевать готовы. 2 февраля газета Guardian заявила, что Стив Беннон, это ключевой советник Дональда Трампа, ключевой советник по стратегическим вопросам, покажите нам его. Вот он, да? Значит, его еще называют кукловод Трампа. Вот 2 февраля заявила Guardian, что он уверен, что война в Южно-Китайском море начнется в течение ближайших 10 лет. Вот цитаты из этой статьи, покажите. Цитату. Мы будем воевать в Южно-Китайском море через 5-10 лет. Это говорит Беннон. По этому поводу нет сомнений. На своих искусственных островах китайцы располагают в основном стационарные авианосцы с ракетами. Потом они придут сюда, прямо к побережью Соединенных Штатов. И скажут, что это их древнее внутреннее море. Есть экспансионистский ислам и есть экспансионистский Китай. Они амбициозны. Они высокомерны. Они на подъеме. И они думают, что иудео-христианский Запад находится в упадке. Ну, не знаю, как насчет иудео, а вот то, что христианского на Западе ничего не осталось, на мой взгляд, это уже совершенно точно. И, кстати говоря, упадок Запада, который несомненен, он в значительной мере и связан с тем, что западная культура и цивилизация предала Христа и совершенно недвусмысленно перешла на такие вот антихристианские, богоборческие, христоненавистнические, я бы даже сказал, позиции. Ну, в общем, независимо от этого, китайцы сдаваться не собираются, в свою очередь. Тоже, похоже, к войне готовятся. Во всяком случае, вот в день инаугурации Трампа, оцените символизм, в день инаугурации Трампа на официальном сайте Народно-освободительной армии Китая появился материал, в котором было сказано следующее. «Война между двумя странами – реальная возможность. Война во время срока действующего президента США может вспыхнуть за один день. И это не просто хлесткие заголовки. Они в любой момент могут стать реальностью». Ну вот, а в феврале 2013 года заместитель начальника генштаба китайской армии Цзи Цзяньго провозгласил. «В настоящее время угроза безопасности Китая главным образом исходит с моря». Вот, а один из ведущих политработников, у них остались еще политкомиссары у китайцев, так вот политкомиссар Академии военных наук генерал Вен Цангрен сказал следующее. «Китай должен прорвать блокаду со стороны международных сил против своей морской безопасности. Только когда прорвем ее, сможем вести речь о подъеме Китая. Чтобы подъем был стремительным, Китай должен пройти через океаны и выйти из океанов в своем будущем развитии». Но я хотел еще поговорить о конкретном соотношении сил. Но это мы отложим тогда на следующую передачу, чтобы не комкать, а так уже подробно с чувством, с толком, с расстановкой. И поговорить о том, какова сегодня реальная расстановка сил на Дальнем Востоке, в Тихом океане, между Россией, Соединенными Штатами и Китаем. Ну а так в целом можно сказать, что враждебность Трампа к Китаю понятна. Но непонятно, как он собирается эту проблему решать. Учитывая реальный баланс сил. Не этот фиктивный, который на бумажных там всяких ВВП основан. А реальный баланс сил. Продолжение следует...